Три водоразборных колонки установили в селе Оборонное в 2014 году. От посёлка Благодать вода идёт к насосной станции и оттуда разведена к трём точкам по улицам Бассейная, Балашова и Сельскохозяйственная. Местные жители рады и этому. Прежде людям приходилось набирать воду из источника, расположенного недалеко от кладбища и непригодного для питья. Однако колонки не решили проблему снабжения села водой. Носить её по-прежнему приходится вручную. Татьяне Батовой повезло. Её дом находится в нескольких метрах от источника воды. У меня вода есть рядом с домом. По той улице половина деревни с водой, половина низ весь без воды. У них течёт с родника вода, но там в роднике тоже вода. У нас наверху кладбище. У них нет альтернативы. И ходили, и писали. Сейчас всё застопорилось. Жители той части села, которая практически выживает без воды, говорят, обращались во все инстанции и уже отчаялись ждать решения проблемы. Рассказывают, раньше воду привозили в цистернах. Теперь таких поставок нет. Люди очень ждут внизу. Сейчас воды нет. Сейчас и в роднике там вода, и она прям по капельке течёт у них. Они там вообще без воды сидят. В оборонном около 50 домов. Здесь есть молодые многодетные семьи. Но в основном проживают пенсионеры. Крайне от колонки дом, до которого нужно нести воду в 500 метрах. В жару, по бездорожью. Это трудно и молодому. А людям старшего поколения и подавно. Несмотря на нехватку воды, в этом селе есть спрос на земельные участки. Сергей Золотов больше 20 лет жил в Германии. А в 2016-м решил вернуться в Крым. Теперь вместе с сыном строит здесь дом. Говорит, готов мириться с временными трудностями. Уверен, что водопровод здесь рано или поздно появится. Вода есть. Единственное, что её приходится таскать. Плохо это, когда нет воды во дворе, в доме. Это же тяжело ручками таскать. Есть тут и женщины, которые таскают канистры эти 20-литровые или сколько они там, 30-литровые. Так что одинокие бабушки тут есть. Здесь был водоканал, делал какие-то отметки, что будут воду везти по улицам. Водовозы в оборонные больше не ходят. То, что воду жителям приходится носить через всё село, в департаменте городского хозяйства правительства Севастополя проблемой не считают. Установлены раздаточные колонки по центральным улицам. То есть такой необходимости гонять туда машины на данный момент нецелесообразно. Планы по селам – это до 2021-2022 года полностью обеспечить водоснабжением сел. Ждать водопровод жителям Оборонного придётся ещё около года. Строить уличную сеть здесь будут по программе развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города. По графику – начало монтажных работ в сентябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию – в мае 2019. Именно так сказано в ответе водоканала на наш информационный запрос. Кроме того, по этой программе водопровод появится и в других сёлах. В ноябре этого года в посёлке Первомайка. По улицам Полярной и Прохладной в селе Подгорное в 2020 году, а в Фруктовом – в 2021. К 2022 систему водоснабжения и насосную станцию построят в селах Гончарное и Резервное. В отдалённых планах к 2030 году проложить водопровод к селу Камышлы в районе Верхнесадова.